большой перепад около наверное 10-12 метров когда начали строительство выяснилось что денег как бы не хватает в апреле никто не ждал сильного ветра но он все-таки подул и в один из порывов крышу у нас развернуло а а а а Мы находимся в городе Новороссийске, точнее ближайший пригород города Новороссийска. Все, что вы видите, построено, как говорится, в одну каску, двумя руками, без помощников, без привлечения дополнительной рабочей силы. Только помогли со вторым этажом, но об этом попозже. Так как я часть детства около десяти лет прожил на море, потом жил в разных других местах, всегда хотелось иметь дом возле моря. И в один прекрасный момент приехали и начали подбирать здесь участки. Были или где-то в чистом поле, или очень далеко. И тут вот попался такой участок. Как бы минус его то, что большой перепад, около, наверное, десяти-двенадцати метров. Ну люди вокруг живут, ничего страшного, нас это не испугало. Ну и из плюсов тут старая улица, ей больше ста лет, еще до революции жили. Коммуникации, даже как выяснилось, есть достопримечательности. Так как денег, как всегда, нету, приобрели участок, взят был кредит потом. Кредит погасили, взяли еще один кредит и на строительство дома. Когда начали строительство, выяснилось, что на два этажа денег как бы не хватает. И был выбор или делать коробку, и все это будет долго стоять, неизвестно когда доделается, или просто делать один этаж и перекрывать его, делать крышу, а потом уже думать, что как дальше получится. Так как участок г-образной формы, я довольно долго искал какой-то подходящий проект, но ничего не нашел. Пришлось самому рисовать в автокаде. Дом, первый этаж 55 квадратов, второй этаж получается сейчас тоже 55 квадратов. Первый этаж, кухня, санузел и зал. Второй этаж, три комнаты и тоже санузел. Так как дом находится на Косогоре, были выровнены террасы. Дом находится от высоты дороги примерно на высоте два с половиной метра. Ниже идет гараж, который выходит на уровень дороги. Над гаражом потом дополнительно получилась у нас комната и сверху положили профнастил несущий и залита плита. Получается балкон или балкон-терраса 55 квадратов, впоследствии на которой будет сам балкон, ну и виноградник. Так как виноград в данном климате растет хорошо и всегда хотелось чтобы во дворе был виноград. Фундамент утепленная шведская плита на экструдированном пенополистироле. Сразу проложены были контуры отопления, теплый пол. Дом отапливается полностью теплым полом. Стены, керамзито-бетонные блоки, пол блока 20 сантиметров. Плюс из фундаментной плиты первоначально планировались 9 колонн выпуска, но потом было просто решено связать арматурой, армопояс и плиту и залить это, пустить в блоках. Как бы арматура работает на растяжение, а блоки довольно хорошего качества. Почему блоки? Климат здесь довольно влажный, сырой, море рядом, плюс ветра дуют сильные в Новороссийский и сейсмоопасный район, поэтому как бы каркасник подходит, не подходит, газобетон тоже нежелательно в таком климате. Поэтому керамзито-бетонные блоки и утепление 100 миллиметров пенопласта и мокрый фасад. Сразу при строительстве была залита монолитная лестница с учетом того, что может быть когда-то будет второй этаж. После строительства крыши я занялся коммуникациями, подведение электричества, воды, газа, оформления дома и как бы все это уже было сделано. Было принято решение о строительстве второго этажа. При строительстве второго этажа самым сложным, наверное, было оторвать крышу от первого этажа. Были опасения при поднятии крыши, так как перекрытие деревянное, что не выдержит балки и еще опасения. Новороссийск знаменит своими ветрами. Такие ветра, как здесь дуют, практически нигде в России не дуют, так называемая Бара или Норд-Ост. В зимнее время тут бывает часто и 30 и 40 метров в секунду ветер. И было опасение при сильном ветре, что может просто сдвинуть, сдуть крышу. Летом строить довольно жарко в таком климате. Или оставалась или весна или осенью. И в апреле этого года начали поднимать крышу и настраивать ряд за рядом второй этаж. Что приходилось дополнительно усиливать, где-то укреплять, распирать. И потом довольно быстро все это происходило. Где-то четыре часа надо было одному человека, чтобы приподнять на 20 сантиметров, то есть на один ряд. Поднималась крыша на 20 сантиметров, ложился ряд. Я поднимал крышу, два помощника ложили. У нас на этот день уходил. На следующий день опять поднимали на ряд, ряд ложили. Первоначально домкрат на два блока опирали, потом посмотрели, что это как бы слабовато. И решили четыре блока ложим. Потом прокладка из досок, чтобы компенсировать неровности блоков, чтобы обжимался он. И если где-то что-то лопнет, чтобы у нас вся колонна не развалилась. По четыре блока ложили, поднимали. Дальше вроде бы все пошло. Дополнительно ставили телескопические стойки, чтобы крыша не смещалась в сторону. Параллельно это контролировалось отвесами с двух сторон дома. Если где-то надо, в пределах двух-трех сантиметров она у нас гуляла туда-сюда, мы это все подправляли. Подняли около пяти рядов и прогноз погоды обещал сильные ветра. Так как лето в этом году у нас довольно странное, в апреле никто не ждал сильного ветра, но он все-таки подул. Остановили поэтому все строительство, закрепили крышу, были у нас телескопические распорки. Поставили распорки и стали ждать ветра. Ветер дул неделю. Старожилы говорят, тут в это время года такого ветра никто не помнит. И в один из порывов крышу у нас развернуло, и она немного съехала на 15 сантиметров. То есть на одной опоре ее прокрутило. Тут конечно все сильно испугались. Дополнительно поставили все что можно было, все что можно как можно было распереть. И к ней даже боялись подходить. Через неделю, когда все стихло, собрались силами, подправили, выровняли ее и продолжили. Доделали крышу, залили армопояс, стропила, доски 150 на 50, так как в одиночку это тяжелее что-то поднять трудно. Кран сюда подъехать не может и приходилось все вручную поднимать. Холодный чертак, утепление будет 200 миллиметров по деревянным балкам. Между первым и вторым этажом тоже балки шагом 600 миллиметров, 200 на 50. Профнастил одному неудобно монтировать. Мне показалось, что мягкая черепица будет проще. Так как дом строился самостоятельно, без привлечения наемных рабочих, то стоимость дома сложилась из материалов, из которых он построен. Это конечно все растянулось во времени, но по моим подсчетам где-то не больше миллиона и плюс проведение газа, где-то общая стоимость миллион двести где-то вместе с газом, оборудование, котельное и все остальное. Что я считаю довольно неплохо для двухэтажного дома. Ну и сейчас мысль посещает, может быть когда-нибудь можно и третий этаж построить. Технология отработана, опыт есть, ветром нас не испугаешь. Поэтому будет залита такая же лестница с забежными ступенями, но на чердак. Если вам понравился ролик, подпишитесь на наш канал и не забудьте нажать лайк, если не согласны с тем, о чем здесь говорилось. Дизлайк. И мы всегда рады обоснованным комментариям. Знать ваше мнение важно для нас. Субтитры создавал DimaTorzok